Магазин всё за доллар. Лук, хочешь, я тебя рассмешу? Конечно, хочу. Я мистер Бровкин. Злой мистер Бровкин. Здорово. А теперь удивись. Теперь счастливый мистер Бровкин. Ай, вы сделали, что я просила? Почему у тебя на лице деньги? Я закрываю магазин через пять минут. К этому моменту вся выручка за сегодня должна быть подсчитана. Почему ты мне не сказал, что надо посчитать деньги? Не знаю, не знаю, я забыл. Давай вместе по-быстрому. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Покажи счастливый мистер Бровкин. Мне некогда, Лимошка. 21. Прошу тебя, не сейчас. Ешьте моя Лимошка. Лимошка, ты всё испортила. Три дня спустя. Пока. Спасибо за покупку. Пожалуйста. Зачем я сказал «пожалуйста»? Потому что ты вежливый. У вас есть обувь? Вон там. Кто же мне обувь называется? Это же ужас! Что такое? Похоже, он злится. Я подниму ему настроение, Шусей. О, не уверен, что это хорошая идея. Прошу прощения, сэр. Я хочу кое-что проверить. Где тут у вас на ботинках кнопка громкости? Уж очень они стучат. Стойте, это не вся шутка. Би-боб-бла-бла-бла-бла. Ой, опа. Мешает звук моих шагов. Что вы, я просто хотел пошутить. Ты выбрал плохой день, чтобы шутить с сырным стейком. Пожалуйста, не бейте меня. О, нет, я позволь на работу в отель. Но наш разговор еще не окончен. Я сюда еще вернусь через пару дней. И уж тогда сделаю из тебя яблочный соус. Увидимся, весельчак. Лучше не возвращайтесь. Яблочный соус? Не бойся, я звоню миссис Пирожок. Привет, я сейчас не могу подойти к телефону, оставьте сообщение. Впрочем, я их не проверяю, так что делайте, что хотите. Зачем ставить автоответчик, если его не проверяешь? Я боюсь этого парня. Он большой и сильный, а я маленький и слабый. Стой. Слабый. Слабость. Твоя слабость в том, что ты слаб. Но, может, слабость есть и у него. Он сказал, что работает в отеле. Может, поищем его слабость там? Отличная идея. Только надо замаскироваться. У меня и на этот счет есть идея. Надеюсь, не наклеить на лицо купюры. Ладно, подумаю еще. Итак, ищем его слабость. Хорошего вам дня, мэм. Слабости нет. Идем. Эй, сырный стейк. Да, босс. Ты можешь перестать так топать? Ты распугаешь всех гостей. Простите, сэр, я не виноват. Не спорь со мной. Слушаюсь, сэр. Еще раз простите. Да чего же я зол. Надо попросить менеджера, чтобы он был помягче с сырным стейком. И тот перестанет злиться. Извините. Чем могу помочь, джентльмены? Мы хотели поговорить насчет... Креветка. Миссис Торт, что случилось? Ну, мадам. Надо закрыть эту гостиницу немедленно. Ну, объясните мне, что... Не спорьте со мной. Да, мэм. Это невыносимо. Хватит топать. Простите, сэр. Миссис Торт придиралась к креветке точно так же, как креветка придирался к сырному стейку. Думаю, мы явились свидетелями классического случая цепной реакции. Рассмотрим это на домино. Это ты. Это сырный стейк. Это менеджер отеля. Это миссис именинный торт. И все негативно воздействуют друг на друга. Все провоцирует чья-то грубость, а затем происходит вот что. То есть меня побьют из-за того, кто в самом конце? Да. Но мы не знаем, кто он. Срочно займемся поиском. Хм. Можно уже взять назад домино? Да. Потому что нам пора искать того, кто расстроил миссис именинный торт. Я вообще не понял, про что ты. Как же я хочу есть? Просто умираю от голода. Что же мне делать? Это странно. Что едят другие? Это? Плал телефон. Звони моему шеф-повару. Индюшачья ножка. Я голодна. О, миссис торт. Мы пока не можем доставить вам ужин. Очень сочувствую. Следующее домино. Но почему? Весьма сожалею. Пока. Почему вы не готовите для миссис торт? Прошу, никому ни слова. Ни слова о чём? Не знаю, откуда они берутся. За ней? За ней. Уи!